Память Сибирская, Добровольческая. Общество. 14 мая 3. Память Сибирская, Добровольческая. В Новосибирске открыли памятник Верховному Головнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину. На протяжении многих лет после того, как в 1961 году во время борьбы с культом личности в городе снесли последний монумент вождю, возлагать цветы в памятные даты 21 декабря и 5 марта приходилось к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, что вызывало неоднозначную оценку у горожан. И вот наконец-то историческая справедливость восстановлена. Торжественная церемония открытия символично прошла 9 мая, в день победы советского народа над фашистской Германией. Построен памятник Иосифу Сталину полностью на народные пожертвования. Мы собирали средства в коробочку на пикетах и в социальных сетях в интернете. В итоге получилось более 500 тысяч рублей. Половина это пожертвования новосибирцев, а еще 50% прислали из других регионов. Это что касается непосредственно самого памятника и постамента, рассказал руководитель инициативной группы по установке монумента, руководитель регионального отделения ВКПБ Алексей Денисюк. Когда мы уже подводили итоги, выяснилось, что не хватает средств на высечение надписи на гранитных плитах и бронзовый орден Победа. Я в интернете бросил клич, и буквально за две недели мы собрали еще 50 тысяч, и все работы были нами оплачены. По словам Алексея, особенно активно жертвовало средством молодежь, хотя по большей части положительно реагировали на идею люди всех возрастов. Памятник представляет собой триметровую красную гранитную стелу с бюстами В. Сталина в маршальском кителе со звездой героя социалистического труда. На стеле высечена генералиссимус Советского Союза Сталин на одной из гранитных тумб. Памятник установлено на родные пожертвования. Бюст вождя из стекла композита отлил новосибирский скульптор Павел Марков. Необходимые средства активисты собирали в течение двух лет, пикеты проводили и зимой, и летом, при любой погоде. Однако история установки памятника уходит корнями еще дальше. Инициативная группа возникла в начале 2000-х, когда городом руководил мэр и единоросс Владимир Городецкий, запретивший тогда ставить памятник. «Потом ситуация изменилась, у нас мэром стал первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Евгеньевич Локоть, и три года назад мы решили вновь выступить с инициативой», — рассказал Алексей Денисюк. Вместе с единомышленниками он предложил несколько различных площадок для установки памятника, но ни одна не была одобрена художественным советом. Где-то оказалось невозможным вписать памятник в существующий ансамбль, где-то под сомнением оказался вопрос обеспечения безопасности. Тогда с предложением установить памятник на своей территории вышел Новосибирский областной комитет КПРФ. Было решено создать мемориальный комплекс «Сквер», посвященный генералиссимису Победы. Таких прецедентов в России еще не было. Специально для этого возле здания обкома на средства компартии была благоустроена площадка, построена кирпичная стена, выполнено озеленение. Учитывая современные реалии, пришлось позаботиться и о безопасности, были установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. За время подготовки и поэтапного выполнения всех запланированных работ прошло несколько выездных совещаний с участием мэра города Новосибирска Анатолия Локотя, поэтому не случайно на открытии монумента 9 мая первое слово было предоставлено именно ему. Я хочу напомнить, что была 150-я сибирская добровольческая дивизия, которая носила имя Сталина, разрешение на это дал лично верховный главнокомандующий. За оборону Смоленска, Москва Юна получила звание 2-й гвардейской добровольческой дивизии. Это ответ тем, кто сегодня пытается навязать мысль, что страну защитили штрафбаты и заградотряды, отметил мэр Добровольческая. Тысячи новосибирцев шли в военкоматы для того, чтобы попасть на фронт. Анатолий Локоть в своем выступлении подчеркнул и то, что победители, вернувшиеся с фронта, восстанавливали страну под руководством именно Компартии и ее лидера Иосифа Виссарионовича Сталина. Они победители, а мы наследники этой победы, и у нас долг перед ними – защищать нашу победу, не дать ее залапать грязными руками, а болгать. И когда меня сегодня спрашивают, как ты можешь принимать такое решение по установке памятника Верховному Головнокомандующему, я говорю о том, что это не мое решение, это решение народа. Это народ говорит об этом и требует правды, справедливости. Сегодня мы выполняем свой долг перед победителем, мы наследники победы, и поэтому каждое имя должны помнить, а имя человека, возглавлявшего армию, страну, и имя Верховного Головнокомандующего, генералиссимуса, героя социалистического труда Сталина тем более. Юлия Жумакбаева